Маленькой Яне полтора года. Несмотря на свой юный возраст, активная малышка ничуть не отставала от детей постарше. Она успела и потанцевать, и порисовать. И если бы был бы конкурс оригинальному зимнему костюмчика, она бы в нем непременно выиграла. Нам все очень нравится, мы вообще активные, любим посещать такие мероприятия. Ну и счастлив ребенок, счастливая мама. Она участвовала в хороводе, танцевала, хлопала в ладоши, топала ножками. Даже Деда Мороза я видел за шубу трогала. Мне кажется, такие праздники для любого возраста подходят. 11-летний Данила Курсов выиграл сладкий приз за лучший рисунок на снегу. Он старался больше двигаться и участвовать во всех танцевальных конкурсах. Делится, кроме того, что это весело, в такую холодную погоду иначе нельзя, замерзнешь. Хочу от всех жителей микрорайона сказать огромное спасибо, потому что это сплачивает необыкновенно, вот такие праздники. Мне очень понравилась познавательная программа, которую нам устраивали. Я потанцевал, порисовал, и мне не холодно, и очень-очень-очень весело. Крымскую площадь преобразовали в 2019 году по программе формирования комфортной городской среды. В канун Нового года на ней установили три светодиодных фигуры, составляющих композицию деревья и фонтан. На обновленной площади жители района встречали Дед Мороз, Снегурочка и сказочный персонаж. Тема праздника – зимняя раскраска. Мы организовали праздник для жителей нашего района, для того, чтобы детки смогли не только поиграть с праздничными героями, но еще и порисовать на снегу. У нас подготовлены специальные краски, разведенные водой, чтобы можно было на снегу порисовать, и деткам обычно очень нравится это, и немножко прикоснуться к творчеству. Вся прошедшая неделя для жителей железнодорожного района прошла в новогодних гулянях. Администрация района провела около 20 дворовых праздников и несколько районов, в частности, в сквере Санфировой и в парке Щерса. Встреча Нового года на Крымской площади стала замечательным финалом в череде уличных празднований. Мы, честно сказать, все влюблены в это пространство, и к этому празднику всегда готовимся особенно. Сегодня нам большое спасибо хочется сказать и депутаты, поддержали нашу идею, благодаря им этот праздник тоже состоялся сегодня. Самые активные и творческие дети за участие в конкурсах получили сладкие новогодние подарки. Елена Нижегородцева, Григорий Плешаков, События.